Рассказываю со слов отца. Любит он эту историю по десятку раз рассказывать всем, кто рад слушать. В общем, преподавал он тогда физику и каждый день ездил в метро. Дело было давнее, тогда наше метро ещё ленинградским называлось. Ехал он как-то после работы, и тут поезд тормозят в метро. Пассажиры не паникуют, все своими делами занимаются. Слышно только стало, будто то ли вода где-то журчит, то ли это сквозняк тоннельный. По громкой связи сказали, что поезд скоро поедет. И тут погас свет. Мобильников, чтобы подсветить, тогда не было. Так что понемногу в темноте начали волноваться. Кто-то зажёг зажигалку, но света и толка от неё мало. В вагоне начала плакать девочка. Люди понемногу стали тревожиться и ворчать. Что дескать, что за безобразие. Сквозь ворчание отец стал различать звуки из тоннеля. Журчание воды стало будто бы громче. Пути потопило. Сознанием дела сообщил какой-то мужик. Долго стоять будем. Люди начали беспокоиться. Кто-то уже стал впустую гнать панику, что сейчас тоннель зальёт до потолка и все они тут утонут. Поезд стоял уже 10 минут. Вода теперь журчала вполне отчётливо. Так что казалось, будто она течёт прямо под полом. Причём довольно бурным потоком. Кроме этого появился ещё один звук. Как будто кто-то то шлёпал мокрыми ладонями по стеклу, то тёр стекло с характерным скрипом. Мало ли кто чем занимается в темноте от безделья. Отец внимания не обратил. Но потом он понял, что звук, во-первых, перемещался. Невидимый в темноте шлёпальщик двигался от одного конца вагона до другого. Затихал. А потом возвращался обратно. А во-вторых, звук шёл снаружи. Вот тут нехорошим холодком пробрало уже даже моего батю, который преподавал физику у старших классов и был закалён жизнью. Похоже, другие пассажиры тоже стали это замечать. Сперва какая-то тётка велела не хулиганить. Но потом более внимательный гражданин шёпотом сказал «Это снаружи». И все разом затихли. Потом звук стал доноситься с другой стороны вагона. Словно этот хулиган в лёгкую обошёл вагон и пошёл по другой стороне. На минутку поезд стоял в кромешной тьме в тоннеле, в котором очень отчётливо журчала вода. При этом он довольно легко доставал до окон, хотя все представляют себе высоту вагона. И при этом он шутя обходил вагон по кругу, как будто ему сцепка между вагонами помеха не была. Парень, что зажигалкой был, решил разведать, что же там происходит. Как раз когда звук приблизился к нему, он стоял у двери. Он зажёг огонёк и поднёс к стеклу. Все, кто это видел, кажется, разом отпрыгнули в другую сторону вагона. Так что тот закачался. В стекло смотрела рожа. Белая. Какая-то даже синющая, как у утопленника. Через угвозданное стекло трудно было рассмотреть детали. Но у этого чего-то были маленькие тёмные глаза в обрамлении густых тёмных кругов. Как у смертельно больного. Рот был широко открыт. Кожа вокруг него обвисла и одрябла. Всего пару секунд это было видно. Потом парень уронил зажигалку, и вагон снова погрузился в темноту. Теперь шлёпание по стеклу участилось. Кто-то истошно заорал, закрутив орточки. Люди в панике жались в центр вагона. Прочь от окон. Потом плеск воды послышался где-то внутри вагона. Словно кто-то выплеснул ведро на пол. Отец плохо помнил, что там было. Но минут пять, наверное, было полная неразбериха. Люди орали. Цеплялись друг за друга. Никто ничего не понимал. А потом внезапно включился свет. Люди в ужасе смотрели друг на друга. На чёрные окна. Шлёпание прекратилось. Журчание воды стихло, как было раньше. Поезд тронулся и медленно поехал. Когда двери открылись на станции, люди повалили оттуда в такой панике, что даже забеспокоились дежурные по станции. А когда мой отец оглянулся, он увидел, что борта вагона и стёкла были все мокрые. Хотя, как потом выяснилось, никакого потопления тоннеля не было. Просто перебой в проводке, который починили за 10 минут. Говорят, правда. Ремонтники из тоннеля вернулись какие-то замороченные и напуганные. А двое сразу после этого уволились.